И вот перед нами сажанец, который Людмила Николаевна купила в этой раскрученной фирме, посадила у себя один из них, и он долго-долго стоял на месте, начал расти, но снижу. И когда мне прислал эту фотографию, у меня закралось подозрение, что, а мы сейчас попробуем это подозрение как бы устранить, или наоборот усугубить, что у них высокостамбовое деревье, а она называла цифры под 90 сантиметров. И мне захотелось увидеть сам питомник. Видите, что делается? По железу нижние ветки нельзя обрезать изначально, пока сажанец растет. Далее, если уже получилось, что сажанец не ваш, и вы вынуждены купить, не умея выращивать сами, и он начинает снизу обрастать, это значит, так надо дереву. Это не синтеза программы, не вздумайте отрезать, так как делают выпускницы Тимирязевской академии, и учат нас, самое страшное, что учат нас, отрезать, отрезать нижние скелетные ветки. Так что она уже, Людмила Николаевна, наученная мной, уже этого делать не стала. Вот так теперь выглядит сажанец, у нее теперь шансы есть дойти до подношения. И вот, посмотрев на него, мы еще сейчас посмотрим на цену, все это я пролистываю, мы как бы проходили. Вот, а давайте на цену посмотрим, 29.95, вот такая хитрая цена, да, ну, это, видимо, по всему миру, значит, почему не написать 30? Представляете, 29.95, вот, ну, переводим на нашу валюту, которую называют валютой опасно, сильно быстро дешевеет, вот, 30, допустим, на 8, в общем, 2,5 тысячи, но это Финляндии на наши деньги, и в 2-3 раза цена накручивается, переезжая к границу. Стоит ли они того? Ради этого мы сейчас с вами и будем разбираться, смотрим. Итак, внимание, мы включаем, мы включаем ролик ведущей садовоческой фирмы. Кстати, сама организация меня восхищает, но все показывать не буду, только то, что касается именно, почти все будет касаться только производства саженцев. Ну, поехали. Вначале вот так. Финляндия достаточно суровая страна для выращивания растений. Наш северный суровый климат не дает растениям возможности нормально развиваться. Выживают и раздражаются только самые выносливые растения, приспособившиеся к местным условиям. Поэтому проживающим в наших широтах людям отнюдь не безразлично, откуда происходят посаженные на наших участках саженцы. Так, это дальше, смотрите, я пролистываю очень быстро. Впечатляет? Масштабы огромные. Так. И высокая степень механизации. Еще раз. Впечатляет? Качество, то, что вы видите, высочайшее, слов нет. То, что касается укоренения, мы пропускаем, не наша тема. Вот, меня там поразили вот эти самые установки по созданию тумана. И, конечно, высочайшая механизация. Вот, в таком темпе мы будем смотреть, потому что мы подходим к тому, что касается нас, садоводов. Кстати, вот уже я вижу саженец. Давайте в этом месте... А, нет, в этом месте я чуть прокомментирую. Смотрим. Саженцы для живых изгородей и клубничная рассада продаются в готовых и легко переносимых и чейстых упаковках. Питомник Путар Тахвасет приветствует такие изменения в облине. Вот, вы видите саженцы размером 2,5 до 3 метров. Вот, сильно рослые, переросшие. Возраст у них от 2 до 4 лет. Я считаю... А потом они в таком виде едут к нам в Питер. Я считаю, что это первый недостаток, страшный недостаток. Саженец должен быть, если однолетка метровая, значит метровый надо возить. Дальше пересадка все хуже, хуже, хуже. Понятия обрезки саженцев ни у продавцов, ни у покупателей нет. При посадке... То есть при продаже отрезать никто не будет. При посадке тоже никто не будет. Это полное наше невежество российское. Вот. Ну, еще секунду, может, что этот путь не увидим. Именно вот на этих страницах. По всей жизни, которые благоприятны для окружающей среды. Эта тенденция хорошо вписывается в производственную цепочку питомника. Ну, допустим, это дикорос. Но опять страшнейшее, вот они, видно, что специально, то, на чем я чокнулся, на чем я зациклен, это высокие штамбы, которые не нужны ни культурным, ни дикоросам. Но эта культура бита в голову уже по всей планете, не только у нас. Так, теперь нам нужна... Мы посмотрим, как они занимаются прививкой. 4 минуты 15 секунд смотрим. Чуть раньше начнем. Давайте, поехали. И далее обратно в поливной бассейн. Таким образом, питательные вещества не попадают в природу. Это, кстати, огромный плюс. У них замкнутый цикл, тем более, что насыщенная уже органикой вода, получается круговорот. Нам такое не снилось даже. Саженцы производят с использованием четырех основных методов. Большинство кустарников и деревьев выращиваются из семян или черенков. У плодовых деревьев применяют копулировку. Внимание! Не улучшена копулировка? Нет. Он сказал копулировка, но мы сейчас убедимся, что улучшена копулировка. И для меня это было одним из плюсов огромных. Потому что все, что производит Россия, она производит с помощью, если уж прививает, то прививает почкой. Есть такое несколько названий. Прививка почкой, прививка способом окулировки, прививка глазком. Все это халтура. Но разве то с тем, что, посмотрите, это же мы с вами что делаем? Мы с вами сейчас учимся, учимся и сравним, но учимся. Вот здесь видите сколько почек? При окулировке все почки идут дело. Окулировки, то есть в России. А они один из шоков. Спасибо, мы копаем глубже, это очень важно. Сейчас эта девушка будет делать лучшую копулировку. Внимание. Немножко схалтурит, но это понятно, может она волнуется. Все-таки под камерой делает. Внимание. А некоторые особые растения, такие как рыдендроны, размножают меристемным методом в лабораторных условиях. Видели, да? Вот. Повторять не будем. А нет, по-моему, там, может в другом месте это будет. Все-таки там где стыкуют два этих и заматывают. Ну-ка. Самый короткий срок производства может составить всего лишь несколько недель. Например, при выращивании клубней. Ладно, проехали. Смотрите их работу с дикоросами. Ну, качество высочайшее. Так. Будем считать, что, может, я пропущу это место, где все-таки они этот черенок домучили, то есть сделали прививку. Но вы уже поняли, речь идет о улучшенной копулировке. Молодцы. Молодцы. Девушки тоже молодцы, потому что там работают по-настоящему без халтуры. Вот. Меня интересовал их маточный сад. Подходим к главному. 14 минуты 25 секунд. Вопрос в том, в наших 90 и 100, 99 и 90-99 процентов питомников не имеют маточного сада. И остается огромный вопрос. Такой вопрос. Откуда дровишки? На него до сих пор ответа нет. Вот. И встанем за семи печатями. Итак, смотрим. Ну, чуть раньше начнем. Ищем 14 минуту. Ага, вот отсюда. Смотрим. Ага, наверное, я ошибся. У меня написано 14.25. Время. Так, тогда мы будем сейчас вот так искать, где у них маточный сад. Уж простите меня за ошибку, но... Что делать? О, вот он маточный сад. Видите, как удобно. Чуть раньше начинаем. Поехали. Полив не... Как сказать? Не наши поливы. Может, они и не знают, что существует капельный полив. Но мне нравится их капитальнейшая работа. Полив дождеванием. То самое дождевание, слово, придумал я, но они без меня прекрасно справляются. С помощью автоматически передвигающихся поливных рамп. Вот это и есть дождевание, подобуйтесь. Собственным материалом для размножения плодов и деревьев. Перед тем, как начать работать с посадочным материалом, хозяйство пункта Архатахвасы занималось крупномасштабным производством яблок. Так, что мы видим? Попытки или по-настоящему иметь, в том числе и колонновидные яблони. Тут без всякого сомнения, это они. Вот. Значит, еще раз вот эти вот. Сейчас. Все, что мы видели, еще раз показываю. Почему? Сейчас поймете. В наших площадках с контейнерными растениями... Попробуйте обнаружить маточный сад. Я пока его не увидел. Мы также работаем со своим собственным материалом для размножения плодов и деревьев. То есть, якобы черенки берутся у них. Но почему самое главное, это вот вы же знаете меня, Железова, да? Или хотя бы слышали обо мне. Когда я показываю вот это, это и есть моя реклама главная. То, чего нет ни у кого больше на всей северной половине планеты. Ну, включая Финляндию. Попробуйте там. Вы же видели? Только яблоки, а остальное дикоросы. Наверное, у них пошире круг. Почему? Потому что где-то иронетки, оказывается, могут люди доставать, покупать. В этом или в этом или в этом. Вот это для них немыслимо. Вот. Но даже то, что они нам демонстрируют яблоки, вот смотрите, видите, я не вижу здесь никакого роскошного сада, который от яблок ломится. Вот. Знаете, у нас есть Субботина, по крайней мере, при Бойково, сейчас давно не был, многолетним директором. Я был один раз у них в саду, первый раз в жизни, когда мне надо было рожиться с черенками. Субботина – это Шушенский район Красноярского края, да? И там настоящий питомник, настоящая наука. И я когда ходил, им было некогда, у них директора, его помощника мужа, у Галины с Александром, пропадал урожай китайских слив, невероятный урожай. А им надо было сдавать на конфетную фабрику. А мне говорят, да, походите сами. Я ходил и видел пипины, целый сад пипинов, пипин шафранный. Вот. Ветки ломались, столько было сломанных веток, урожай сумасшедший. Вот. Для меня это была уже реклама, с тех пор я влюбился в пипины. Сибирь, а у них климат что-то даже жестче моего. Вот так вот было. И вот здесь я не увидел, смотрите. Перед тем, как начать работать с посадочной... Все, покажите мне. Это так же, как я в садах Урала. Показывают, показывают, вот какие замечательные у нас, довольно взрослые, уже давно должны плодоносить эти прекрасные деревья. Где-то трехлетки примерно. Эти же колновидные яблони и ни одного яблока. И показывают посреди лета или ближе к осени. Меня вот это убивает всегда. И вот, извините, но, финны, где ваши яблоки? Смотрите. Материалом хозяйства полутарга. Это и все. И вот они колонны. А вы знаете, посмотрите. Если здесь люди будут покупать у них колонны, те же штамбы, я вижу. Вот они голые, к сожалению, да. Я вижу, что время созревания пришло. А ведь это реклама. А здесь деревья пустые. Понимаете? Меня это все смущает. Очень на дальнем плане, видите, никаких яблок я не вижу. Ищем маточный сад. Нет, сад есть. Черенков море. Так бывает. Так бывает. Вспоминаем мою эту самую возню с этим, с Тимирязевским садом. Ведь раскрутили мы с этим самым, с Павлом Троценко. И это все задокументировано. Я, агроном, отвечу на ваши вопросы. Где маточный сад? Выдавили из него. Я, да, потому что, шутка ли, даже мою фотографию Железова, одну из самых знаменитых фотографий, присвоили и под этой фотографией торгую с саженцами. Под моей. Но это Тимирязевка. Это позор невероятный. Почему, спрашивает Павел. Вот. А ответ такой. Вы знаете, да, у нас нет, у нас есть абрикосы. Только они не плодоносят. А нахрена вы тогда с саженцами торгуете, если ваши абрикосы не плодоносят? И откуда дровишки на самом-то деле? И вот это, видите, я все сравниваю. А здесь хоть что-то есть. Задокумен к производству яблок. Всего чего у нас большой запас, хорошо известный. Внимание. Много видите яблок? Вот это вот. Спасибо. Это минус огромный. То есть, уже видно, что у них, скорее всего, было заморозки. У них, скорее всего, цветы были убиты. Вот. И получился вот такой урожайшка. Вот это я и хотел вам показать. И добавить качественных прививок. Во-во-во! Все-таки нашел. Нашло еще раз. Смотрите на прививку. Вот в южных странах давно перешло. Я еще удивился, как это финны отстали о Италии. Там, знаете как? Станок. Станок. Жиг. Срез готов. По двое. Жиг. Срез. Маленький саженец. Жиг. Тут же рядом ветку. Жиг. Второй срез готов. Станок делает. Тут же их сматывает. Несколько секунд. Производительность дичайшая. А здесь все-таки ручная работа. Вот за что я люблю. Полюбил в финна вот эту девушку. Это ее наставник или ученик. Смотрите внимательно. Внимательно. Производство яблонь. Ежегодно ранней весной мы прививаем в нашем хозяйстве около 50 тысяч плодовых деревьев. Надрезы на подводи. 50 тысяч. И выведенные побеги должны быть идентичны с тем, чтобы приведенная ветка могла прочно прирасти к подвою. Сначала ветку привязывают эластичным бинтом, и ее конец покрывают воском по избежанию... Вот видите, легкая халтура. Ну, волнуется девчонка. Высыхание. Вот она работа. Видели? Прививка очень низкая. Чуть ли не в корневую шейку. Видели? Вот. Вот так вот. Молодцы. Здесь есть какая-то еще... Вот так вот, если смотреть тайно, то есть показали нам мельком. Я бы придрался бы, но я боюсь, потому что здесь просто трудно разобрать. Еще раз. Это учеба, ребята. Эластичным бинтом и ее конец. Вот она вставляет, разреза не видел. Ну, вот, как бы сказать так. Ну, это же не учебный фильм. Если бы они снимали учебный фильм, мы бы видели все тонкости. А так остается только... Какая-то загадочка осталась. Но сам принцип... И теперь я уже сомневаюсь, а лучина или капунировка. Или просто капунировка. Ну, как она их цепила, мне непонятно. Ну, это уже не принципиально. Вот. Главное, вы видите, смотрите еще раз. По избежанию высыхания. А потом, знаете, что будет? Четыре пересадки. Это все-таки питомник. Это нудная работа. Наша задача, если мы сделали вот такое, вот, высаживаем на постоянное место. А нам предложат, внимание, возвращаемся к нашим этим самым. Вот. Вот, что тут есть. Чаще всего саженцы поставляются привитыми на карликовый подвой. Вот так вот. Это... Это просто... Ну, короче, ребята, если питерцы, если вы видите этот фильм, пожалуйста, заранее. Тут не просто чаще всего, а уже в самой информации должно быть на карликовый подвой. Карликовый подвой это... Ой, елки-палки, а ну-ка, где мы были? Вот. Видите, я все экспромтом делаю. Отсюда такие проблемы. Смотрите. Вот. А тут и не видно, вот бы еще увидеть. Ну, еще раз говорю. Причина прирасти к подвою. Сначала ветку привязывает эластичным бинтом. Вот видите. А, точно. Это карликовый подвой. Я, елки-палки. Я, елки-палки. Поэтому их так долго растят. Четырехлетки продают. Вот. Я не знаю, то ли... С одной стороны, я им восхищаюсь. Рядом с ними мы вообще это самое. Чуть ли не уроды. Понимаете? А с другой стороны, посмотрите. Карликовый подвой. Это такая вещь. Лучше такие саженцы вообще не выращивать. Но если уже выращивать, то брать у финнов. Но 5-8 тысяч не стоит. Вот смотрите. Видите? Это груша. Что здесь написано? Си-зо-пэ. Си-зо. Да. Ой, кто бы мне помог. Чижовская груша. Чижовская. Вот. То есть они еще и груши выращивают. А вот в рекламном этом про груши ни слова. Но мы теперь знаем. Груши выращивают. Вот. Наверное, их саженцы, в отличие от наших, это еще почти предварительный вывод, все-таки достойны внимания. Вот. Цены. Ну, вы же понимаете, что для них там эти 30 евро, тьфу, там, это, купить при их этих самых доходах. А при наших доходах 5-8 тысяч, это не для пенсионеров. Долго ждать, пока вырастут. Вот. Карликовый подвой. Вы знаете, еще раз, ну, нудный я, ну, противный я, понимаете? Нудный и противный. То, что сейчас мы видели с вами, да? То, что сейчас мы видели. Вот. Сейчас, секунду. Как начать работать с посадочным материалом? Хозяйство полуторга, там высота. Вот, почему нельзя, вот они карликовые подвои, почему нам нельзя заниматься ими? На карликовых подвоях вы будете иметь урожай несколько яблок в среднем. На карликовых подвоях они не вырастают большими, почему? Карликовые подвои не дают, он уже, он карликовый, это слово карликовый не я придумал, вы сейчас только видели, да? Вот, наступает момент, когда яблони перестает расти, она дальше не может развиваться. А остановившись в росте, она дает 2-3 урожая, вот эти вот, смотрите внимательно, видите, еще курсор видно, вот эти яблочки, они еще год, еще год, и больше никогда не будет. Износ, то есть полностью уже изжила себя плодовая веточка, а новой нет, карликовый подвой не дает нарастать. Еще так делают, знаете, специальную обрезку делают, да, специальную, но это надо иметь, уметь, надо знать, что эта обрезка может убить дерево в принципе, так? Хорошо бы, чтобы она росла еще снизу, так как сделала Людмила Николаевна, не стала отрезать ветки, которые наросли, у нее вот тут снизу наросли ветки, так? Это какое-то продолжение жизни именно карликов, но в принципе карлики это минус огромный, вот тут у меня финны так разочаровали, при вашей организации все, но когда они по 5-8 тысяч в период на эту сторону попадают в Питер, не накормят они питерцев, не накормят. Они научены держать до метра штамп, то есть они ветки, которые смогут заплодоносить, как у нашей русской землячки, как ее назвать-то, еще раз покажу. Вот это еще какой-то шанс, какой-то, да, смотрите. Сейчас, 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 еще, 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 вот, это какой-то шанс, но этого никто не знает, и вот эти тибелязевки, представляете, миллион сто тысяч подписчиков, и они видят, как они отрезайте, отрезайте. Причем ветки даже размеров чуть ли не толщиной с вашу руку заставляют отрезать, если те ветки якобы сдуру наросли. Вот это страшная вещь, ребята, вот, поэтому вот сейчас я вначале восхищался, а сейчас я повнимательнее посмотрел это кино, и говорю, если вам вот такое предложат, не дай Боже, вот, вот, они долго плодоносить не будут, их тогда надо резать, они выбросят новые ветки, и тогда есть шанс, что новые ветки еще что-то дадут. Но это сокращает жизнь, потому что, в принципе, деревья, наши территории, деревья, даже яблони, они так болеют от обрезки, что у них просто короткий век. Так, еще раз показываю, вот это, я же тоже на ходу, мне и готовиться некогда к таким этим самым фильмам. Вот, видите, что там было написано? Чаще всего на карликовый подвой, вот так вот, вот так вот, вот, показали. Что еще показать-то? Вот она, значит, эта самая чижевская груша, что еще тут, вот, ух ты, вас еще и научат, и по-русски, но дело в том, что, ой, наверное, осталось-то 3 минуты, и все, отключится. Так, плоды длинные, уход, комплексное удобрение, ладно, осенняя подкормка, лучше бы не делали лишь, вот, необходимая обрезка весной для распускания, для улучшения доступа воздуха к кроне. То есть, опять падла, ну, у меня уже слов нету, но защиту от зайцев мышей надо, у Людмилы показывала сажение с ожиранными зайцами, там же и с ними не борются, там, наверное, если зайца убьешь, вот, то еще и это, сядешь, или там, наверное, там защищают от зайцев, но не, но как защищать сады от зайцев, об этом ни слова. И вот, что получается, вот это страшная вещь, прямо в инструкции написано, улучшение доступа воздуха к кроне. Категорически нельзя, чем больше режете, тем гуще, об этом почему-то не знают даже Финляндии. Или, переехав границу, вот это вот, нет, тут по-фински есть, значит, кто-то, может быть, Финн вот это делал, но они тоже, значит, грешат этим самым. А у нас, извините, Питер, а у нас, господи, сегодня у нас, у нас сегодня у меня 25 градусов зима, да? А представляете, если бы я резал бы, вот так бы делал, как же она выдержит-то с ранами. Всё, друзья, сегодня, кстати, у нас 16 декабря, скоро Новый год. Наверное, я практически всё сказал, практически всё. Вот они саженцы, вот они, я их называю длинномеры, вот они страшные эти, до метра, видите, где у него пупок, до метра штамбы, это всё очень-очень плохо. И последний совет, кто в прошлый раз говорил, в том фильме, второй серии, такой саженец достался, вот здесь отрезайте, даже не задумываясь, не выкормит его. Вот он, горшочек 6-литровый, не выкормит. Начинаются болезни, переболеет, будет так, как у нашей, это самое, как у нашей Людмилы Николаевны, которая живёт в Финляндии. Спасибо, Людмила Николаевна, вы, наверное, так помогли, это великолепно, удалось разобраться уже вроде бы до конца. И всё, я о хорошем, плохом я рассказал. Организация великолепная, нам такое не снилось, вот, но такие саженцы, как там это самое, как говорил-то этот Райкин, в ихнем рыцаре наши опилки, наши, эти ошибки общие, и наши ошибки, и их ошибки, всё это ошибки, саженцы в таком виде продавать нельзя, вот, они будут долго болеть, и не дай Бог, если всё, что он показывает. Помните там слово, в основном на карликовом подвое? Страшная вещь, ребята. Они карликовые подвое выращивают в специальных теплицах, очень удобно, очень удобно, а потом нам достаётся вот это самое, к сожалению, вот это самое нам достаётся. Вот, вот это и сейчас до меня только дошло. Вот эти деревья, маточный сад, да, черенков много, нарежут, не экономят, копулировка или лучшая копулировка, там так мы и не поняли этого, а то, что вам предложат, извините, вот оно, что было. Нанималось крупным масштабным производством яблок, в силу чего у нас большой запас, хорошо известный. Найдите на этом фоне там вот то, что вы это, яблоки, не найдёте. Как начать работу? Это, это и всё, что нам показали, вот это вот. Мы также работаем со своим собственным материалом. Ну, вот это и всё. Наверное, хороший шорт, но до конца убедился, не годятся. Только сейчас до меня самого дошло, что это карликовые подвои, они ненадёжные, они не морозостойкие. С этих же культурных деревьев берут карликовые ветки, укореняют, берут карликовые подвои. КОНЕЦ